На личный приём в городскую администрацию Пудажа местные жители пришли с самыми разными вопросами. Одна из проблем, которую постоянно ощущают пудажане, в городе пока что не строится новое жильё. Погорельцы, которые были вынуждены переехать на временное место жительства, встретились с новыми трудностями. В доме нет постоянного отопления, его заменяют электрообогреватели и протекает крыша. Альтернативного жилья и вовсе нет. Из рекомендаций Ларисы Бойченко и студентов Юрфака составить обращение в прокуратуру и решать вопрос уже на судебном уровне. Реально мы приезжаем в районы и видим, что десятилетиями не строилось новое жильё. И, конечно, сейчас этот вопрос надо решать, и он решается. И мы видим, что он решается системно. То есть выселение из аварийного жилья, строительство нового жилья в районах. С другим вопросом на личный приём пришёл многодетный отец. С 2013 года Василий не может получить по льготе земельный участок в Петрозаводске. Обращения в различные структуры и министерства пока не помогли. По ДЖС не могу получить землю. 10 лет в Петрозаводске обращался во все инстанции. Никакого толку, одни отписки. В качестве альтернативы Пудожанину предлагали земельный участок по месту жительства, либо компенсацию в размере 400 тысяч рублей. После отказа от предложенных вариантов его поставили в очередь на получение земли в Петрозаводске. Лариса Бойченко лично забрала обращение со всеми документами для дальнейшей работы. Я провожу личный приём ежемесячно. Проблемы самые разные. Это и водоснабжение. Где-то нужно спилить дерево. Очень много ко мне обращаются работников, родителей из отрасли образования. Может быть, потому что я директор школы. То есть, где-то мы ремонтировали забор, где-то подвозили песок для песочниц. Как широкомасштабные вопросы, так и более узконаправленные постепенно решаются. Жители Пудожа слышат и стараются им помочь. Лариса Боченко, взяв в работу поступившее обращение, вернулась в Петрозаводск. Но уже скоро направится в Медвежегорский район, где проверит условия проживания пациентов в психоневрологических диспансерах и соблюдение их прав. Дарья Белова, Станислав Шведов, Служба новостей.